Вопрос, на который я много раз уже отвечал, это вопрос по поводу сетевого маркетинга. Можно ли православным работать с сетевым маркетингом, или это вообще не имеет значения, главное, чтобы никого не обманывать. Там есть проеденная идеология заработать, стать успешным, или в этом ничего такого нет. Главное, куда и как ты деньги потом тратишь. Ну, я думаю, что в сетевом маркетинге вообще никому не стоит работать, не только православным, а другим людям. Потому что к сетевому маркетингу неприменимо понятие, чтобы никого не обманывать. Это принцип сетевого маркетинга, чтобы начать обманывать. В первую очередь, начало сетевого маркетинга, когда ты начинаешь заниматься, это принцип обмануть себя, самого обмануть себя. Ведь там не случайно всем этим продавцам, которые продают сетевые продукты, им прям навязываться, ты сам должен им пользоваться, ты сам должен их покупать. Ты должен поверить в то, что это какой-то идеальный продукт, идеальное лекарство, идеальная косметика, или что-то идеальное, панацея от всех бед и всех болезней, то, что ты будешь продавать потом. Человек обманул себя, поверив в это, начинает потом навязывать эту веру, не продукт, а веру. То есть, в сетевом маркетинге продают веру в идеальность и исключительность продукта. А продукт, он может быть любимым, в капсулке, который там делали, это уже дополнение. Главное, что продают веру. А верить мы должны в Бога. А там мы верим в продукт. И становимся такими фанатичными сектантами, последователями этого продукта. Ну и, конечно же, там во главу этого культа, это культ, торговый культ, стоит культ обогащения. Стань успешным, стань богатым, поверить в богатство. И там человеку, когда его делают верующим этого культа, адептам этого культа, показывают обязательно какие-то фотографии успеха сетевых маркетологов. Вот он в Париже, вот он на яхте, вот он на самолете личном летает. А начинала бабушка дворником, где-то там в Челябинске. Сейчас у нее персональный самолет, и она купила пол Европы. С 50 отелей, и все началось сетем. То есть, вера в культ обогащения. Поэтому заниматься этим не надо, не стоит. Потому что потом очень тяжело будет с этим разобраться. Помоги вам Господи.